Редактор субтитров А.Семкин К началу 70-х противовоздушная оборона сухопутных войск получила в свое распоряжение разнообразные зенитные комплексы. При разработке особое внимание уделяли их мобильности. Помимо этого части ПВО комплектовались радиолокационными станциями обнаружения и целеуказания. Для обеспечения боевых действий использовали автоматизированные системы управления войсками. Построенную в то время структуру принято относить к первому поколению вооружений ПВО сухопутных войск. Она получилась достаточно эффективной и позволяла бороться с авиацией противника во всем диапазоне высот. Но потенциальный противник тоже не стоял на месте и совершенствовал свое оружие. Качественное развитие средств воздушного нападения и радиоэлектронной борьбы предопределило создание новых систем противовоздушной обороны. Принятие на вооружение советской армии зенитного ракетного комплекса «БУК» позволило поднять ПВО сухопутных войск на новый уровень. Разработку ЗРК «БУК» начали в 1972 году. Необходимо было надежно прикрыть главные силы общевойсковых и танковых армий в наступлении и в обороне. В первую очередь в усилении нуждалось ПВО танковых дивизий. Они являлись основной ударной силой, причем наиболее устойчивой в случае применения противникам ядерного оружия. Наибольшую угрозу для танковых соединений представляли низколетящие самолеты тактической авиации и вертолеты огневой поддержки. Головным разработчиком комплекса определили НИИП, научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова. Изначально успех к этому предприятию пришел в деле проектирования радиолокаторов для истребителей-перехватчиков. Первую бортовую станцию здесь создали еще во время Великой Отечественной войны. В дальнейшем многие советские перехватчики оснащались локаторами, разработанными в НИИП. Сегодня локатор этой фирмы установлен на российском истребителе пятого поколения. К проектированию наземных комплексов перехвата НИИ приборостроения подключили в 60-е годы. Первым стал зенитный ракетный комплекс Куб, принятый на вооружение в 67-м году. Он обеспечивал поражение всех типов аэродинамических целей на дальностях до 25 километров. Собственно, на смену Кубу и пришел ЗРК «Бук». Главный конструктор – Ордолеон Растов. Комплекс «Бук» стал существенным шагом вперед. Причем это касается как отдельных боевых средств, так и построения системы в целом. На пусковой установке «Куба» размещалось три ракеты. У «Бука» уже четыре. Но это не главное. Машину оборудовали собственной радиолокационной станцией. Это позволило ей самостоятельно обнаруживать цели, опознавать их, сопровождать и обстреливать. Новое боевое средство получило обозначение «самоходная огневая установка» или сокращенно «СОУ». Она может действовать автономно, то есть вне состава комплекса. Правда, сканирование воздушного пространства происходит не в круговом режиме, а в секторе 120 градусов. Помимо этого, каждой огневой установке придана пускозаряжающая машина. Всего на ней размещается восемь ракет. Четыре в боевом положении, и еще четыре используются для перезаряжания. Для стрельбы она сопрягается с огневой установкой. В состав батареи включили две огневых установки и одну пускозаряжающую. Три батареи, в свою очередь, входят в состав дивизиона комплекса «Бук». Также в дивизионе имеется батарея управления, включающая командный пульт и станцию обнаружения целей. Управление боевыми действиями производится с командного пункта, где располагается командир дивизиона. Информация о воздушной обстановке поступает со станции огневых установок и со станции обнаружения. Ее локатор может производить разведку как в режиме кругового обзора, так и в определенном секторе. Дальность обнаружения до 120 километров. Радиолокаторы огневых установок проводят автономный поиск целей в назначенных секторах. Одновременно комплекс может сопровождать до 15 целей и выдавать 6 цели указаний, то есть по числу огневых установок в дивизионе. Боевая работа комплекса максимально автоматизирована. Информация о воздушной обстановке поступает в вычислительную машину командного пункта. Здесь она обрабатывается, и командиру дивизиона выдают с рекомендацией по обстрелу шести наиболее опасных целей. Командир дивизиона, приняв решение на обстрел цели, выдает цели указания на конкретную огневую установку. Предусмотрено и автоматическое распределение цели указаний. После получения цели указания командир огневой установки принимает его, и станция берет цель на автосопровождение. Захват! Цель одиночная, есть захват. Решение на уничтожение принимает командир дивизиона. 22-й, цель уничтожить, расход 2. Непосредственно пуск производит командир огневой установки. Есть уничтожить цель. На начальном этапе траектория полета корректируется по радиокомандам с земли. Затем в действие вступает полуактивная головка самонаведения ракеты. Все боевые средства комплекса выполнены на самоходном гусеничном шасси высокой проходимости. Машины оборудованы аппаратурой ориентирования и навигации. Имеют автономные источники питания, системы защиты и жизнеобеспечения личного состава. Огневые позиции комплекс занимает, как правило, сходу. Время развертывания не превышает 5 минут. После отражения воздушного налета производится смена позиционного района. На вооружение комплекс БУК приняли в 80-м году. А в 83-м его усовершенствованный вариант БУК-М1. Зенитный ракетный комплекс БУК-М1 Зенитная управляемая ракета 9М38 Максимальная дальность поражаемых целей 35 километров Минимальная высота поражения 15 метров Максимальная высота поражения 22 километра Максимальная скорость поражаемых целей 2880 километров в час Вероятность поражения истребителя одной ракетой 0,95 В 70-х годах в радиолокации добились существенного прорыва Он был связан с появлением локаторов, которые имели так называемую фазированную антенную решетку Они производили электронное сканирование За счет чего существенно повышались характеристики станции В НИИ приборостроения одними из первых освоили новую тянь В 70-е годы здесь был спроектирован комплекс Засло Которым оснастили перехватчик МиГ-31 Если его предшественник МиГ-25 мог работать только по одной цели То 31-й мог уже сопровождать 10 и одновременно обстреливать 4 из них По этому направлению пошла и дальнейшая модернизация ЗРК БУК Новая модификация получила обозначение БУК М2 Огневая установка, оснащенная новым локатором Может одновременно обстреливать до 4 целей А комплекс в целом уже не 6, а 24 целей В состав комплекса ввели и новые боевые средства Радиолокатор подсвета и наведения Антенный пост которого может подниматься на высоту до 22 метров Это особенно важно при нахождении в лесу или горной местности И позволяет увеличить дальность обнаружения целей в 1,5-2 раза Для стрельбы станция сопрягается с пускозаряжающей установкой ЗРК БУК М2 был принят на вооружение в 88-м году Но из-за развала Советского Союза серийное производство развернуто не было Спустя 15 лет комплекс доработали под современную элементную базу В 2008-м году БУК М2 стал поступать в войска Российской Федерации Высокие боевые качества ЗРК БУК признаны во всем мире И не раз подтверждались на учениях и боевых стрельбах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова